ПЕСНЯ 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 церемонию было дано Анатолию Бурндукову, исполняющему обязанности председателя Каннского городского совета. Поздравить Андрея Береснева со вступлением в должность пришли нынешние и бывшие коллеги. Кроме этого, на инаугурацию приехали главы восточных территорий региона и представители краевой власти. Как отметил заместитель руководителя администрации губернатора Андрей Игнатенко, Каннску нужен именно такой глава. Человек, который родился и вырос в этом городе. Как мы знаем, Андрей Береснев много лет работал в должности председателя городского совета. Руководил крупным муниципальным предприятием и знаком с ситуацией в Каннске не понаслышке. Проблемы ему все известны, он точно знает пути их решений. Думаю, что силы, здоровье, все у него для этого есть главное есть желание все эти проблемы решать. Думаю, что при поддержке краевой власти такая поддержка обязательно будет. Думаю, что все будет хорошо. Как многие отмечают, Каннск сегодня это город с непростой политической и социально-экономической обстановкой. Многие приглашенные подходили к Бересневу с напутственными словами. Желали терпения, сил и мудрых решений. Андрей Михайлович в своей ответной речи, мне кажется, абсолютно правильно определил приоритеты. В первую очередь это консолидация жителей по поводу конструктивного развития города. Это один из самых главных приоритетов, это консолидация элит. Чтобы не было между собой, чтобы не было конфликтных ситуаций, которые только ведут к разрушению, никак не к конструктивному будущему. К слову, на церемонии было очень много представителей городской общественности. Это говорит, что люди возлагают на нового главу большие надежды. В свой первый полноценный рабочий день Андрей Береснев намерен заняться решением наболевших вопросов. Предложения и советы уже поступают. В разговоре с журналистами он отметил, что думает над тем, чтобы сделать ряд кадровых перестановок в администрации. Уже думаю, конечно думаю. Депутатов буду привлекать в помощь жителей города, общественной организации. Уже звонят, подсказывают. Там вот слабое место, там слабое место. Уже советую. Напомним, главу Каннска выбрал депутатский корпус на 36-й внеочередной сессии. Народные избранники поддержали Андрея Береснева единогласно. Возглавлять Каннск ему предстоит ближайшие пять лет. Анастасия Мосина, Вячеслав Морозов, телекомпания Каннск, 5 канал.